Всем привет, друзья! Я решил этот видос снять, потому что я столкнулся с некой проблемой, как сколиоз. Если вы посмотрите вот на эти снимки, вот которые вот тут будут, то вы можете видеть, что у меня в нижней части позвонок, он смещён. И это не смещение, это искривление позвонка по какой-то причине. Возможно, потому что я делал становую тягу, и я срывал спину в поясницу в нижней части, наверное, раза три за свою жизнь становой тягой. И, возможно, из-за этого как-то сместились позвонки и так далее. Не знаю, возможно, как-то сидел криво, возможно, что-то ещё. Но факт есть факт, что у меня начались вот такие проблемы. Из-за смещения позвонка у меня начала ныть спина, ну, боль такая, ноющая, знаете, в нижней части. Потом начала отдавать вот сюда, короче, в ягодицу и по всей ноге вот так вниз-вниз-вниз. И даже по, ну, вот сюда в пятку отдавала, а не менее такое. То есть у меня анимевает нога иногда. Ну и сейчас чуть-чуть, капельку есть такое. Вот. То есть разные симптомы происходят. И сегодня я вам покажу, как вообще исправить сколиоз. Потому что у меня есть мануальный терапевт, который мне посоветовал упражнение специально для поясницы. И я вам покажу ещё упражнение для верха спины, то есть для грудной там области, да, и немножко ниже. Как исправить сколиоз? Значит, смотрите, чтобы исправить сколиоз, вам не нужно там особо каких-то, ну, мануальных манипуляций и так далее. Вам нужно упражнение. Только фитнес поможет исправить, потому что это всё натурально, это всё безопасно, качественно, потому что мануальные терапевты могут вам ещё больше навредить, там, зажаясь какие-нибудь нервы, вы вообще там ходить не сможете. Вот, друзья, давайте начнём с поясницы, наверное. Так как у меня проблемы с поясницей, я вам покажу упражнение, которое нужно делать для поясницы, а потом продолжим дальше. Для того, чтобы вам исправить в нижней части вот поясницу, позвоночник, вам нужно сначала делать разминку, довольно часто делайте разминку, каждый день в течение дня, там, не знаю, как можете. Сидите, например, делать нечего, вы делаете вот такую разминку, то есть, смотрите, прикол в том, что не просто вы должны вот так, да, ну, в разные стороны наклоняться, Вы должны от вашего радиуса, вы должны сделать рентген, например, в зависимости от того, куда ваш позвоночник наклонит, смотрит, искривление куда, те мышцы вы должны напрягать. Например, если у меня позвоночник идет, искривление в эту сторону, я должен напрягать вот эту мышцу и выпрямлять позвоночник в ту сторону, чтобы мышцы, они же как тросы, потому что у нас в пояснице мышцы просто тросы, и там руками невозможно прожать ничего. Если в правую сторону, естественно, соответственно, нужно напрягать эту мышцу. Смотрите, как мы делаем. То есть берем, в зависимости от того, как вы чувствуете, каждый человек чувствует по-разному, вы должны напрягать именно вот эту долю, да, то есть не вверху, нигде, а вы должны чувствовать прям, как у вас растягивается нижняя мышца, и это нужно делать не до боли. То есть вы должны прочувствовать прям, находите положение, да, и тянете вот тут свою мышцу. Я прям чувствую, как у меня тянется мышца вот в пояснице. Я прям чувствую вот так оп-оп, ее немножко потянули. Потом другую сторону, так как у меня искривление, вы могли видеть, да и сейчас вот я приложу вот сюда снимок, вы можете видеть, что у меня внизу искривление и немножко вверху. Поэтому мне нужно и на ту часть, и на ту часть, но немножко нужно переключать нагрузку. Например, если я хочу исправить вот немножко выше искривление, я должен чувствовать нагрузку немножко выше. Если ниже, то ниже. То есть я пытаюсь вот своими ощущениями прям прочувствовать, как у меня напрягается поясница. То есть я прям чувствую сейчас вот в этом месте, как у меня очень-очень твердая мышца, и она как трос. Она прям вот толкает позвоночник, прям чувствуется. Она напрягается и выталкивает его, и это очень полезно. Значит, разминка, да? Ну, можно назвать растяжкой. Вот, ее делайте там раз пять в день, ну, потихонечку, там по 30 секунд можно поделать. Это будет полезно для того, чтобы разбить вот эти всякие замки мышечные, которые создаются на протяжении ваших тренировок. Если не разминаться хорошо и не делать заминку, то создаются всякие блоки мышечные, которые искривляют ваш позвоночник и мешают. Поэтому делайте все время разминку и заминку и так далее. Тогда у вас все будет хорошо с позвоночником. Значит, первое упражнение это сделать разминку. Обязательно, если не будете делать разминку, то это плохо, будут застои мышечные, и позвоночник искривится еще больше. Дальше переходим к следующему. Следующее это у нас гиперэкстензия. Как сказал мой мануальный терапевт, нужно делать гиперэкстензию, и тогда в старости вы не будете знать никаких проблем с позвоночником, потому что гиперэкстензия это лучшее номер один упражнение для спины, для поясницы. Смотрите, вы можете делать дома, можете делать где угодно, где найдете вот, ну, куда можно ноги запихнуть и где можно лечь. Ложитесь и делайте статику. Поначалу вы должны делать статику. Я никогда гиперэкстензию не делал, теперь я буду делать ее каждый день. Просто делайте статику, вот таким вот образом висите. Понимаете, да? То есть делаете подходиков 6, наверное, потом, когда у вас уже разовьется сила в пояснице, да, уже мышцы укрепятся, то можете делать, ну, наклоны. То есть стандартные наклоны. Прокачиваете поясницу. Потом, когда у вас поясница, вы будете чувствовать, что она уже хорошо развита, хорошо держит, так сказать, удар, вы можете положить, например, какой-то вес на спину, либо держать перед собой в руках и прокачивать уже с этим весом. И тогда гарантированно, как мой сказал мануальный терапевт, у вас будут отличные внизу мышцы, которые будут держать ваш позвоночный столб. То есть он не будет искривляться, мышцы-то прямо идут. И вам нужно прокачивать те мышцы, которые будут выпрямлять, да, вот это искривление. Поэтому это отличное упражнение. Если вы будете его делать, то никогда у вас в пояснице никаких проблем не будет, ни боли, ничего. И вы будете чувствовать себя хорошо даже в старости. Итак, друзья, переходим к верху. Ну, начиная вот отсюда, наверное, и вот до верха самого спины. Если у вас сколиоз искривлений именно в той части, то вам помогут такие упражнения, которые будут вовлекать в работу те мышцы, которые будут давить именно на искривление. То есть если у вас искривление в правую сторону, вы должны прокачивать больше правую мышцу, чтобы она... Ну, потому что когда у вас искривление, вы подтягиваетесь, например, у вас работает больше левая сторона, а правая меньше. Поэтому вам нужно равномерно прокачать их, и делайте вот такое упражнение. Самое лучшее для исправления. Например, представим, что у нас правая часть искривлена. Мы встаем и делаем просто вот такие вот движения. Обязательно нужно чувствовать вашу мышцу, как она работает, потому что мы должны прокачать мышцу, а не руку. Спины. Делайте таких 6 подходиков тоже. Можно по максимуму повторений, либо как вы там вес возьмете, например, на 12 повторений, допустим, и прокачивайте вот именно правую, например, часть широчайших мышц. Потому что если у вас искривление вправо, вы должны делать так, чтобы эта мышца натягивалась, укреплялась, и просто сама, сама механически ваш позвоночник тянула влево. И тогда у вас будет прогресс, и справится позвоночник без всяких операций и без всякой фигни. А так, спасибо большое за внимание, друзья. Надеюсь, эта информация была полезна, потому что, так как я столкнулся с этой проблемой, я уже тщательно подхожу к тренировкам и буду исправлять. Потому что, когда у вас ноет спина уже месяц, это нифига не кайфово. Поэтому спасибо за внимание. Ставьте лайк к этому видео, пишите свои вопросы в комментариях, если они у вас есть. И увидимся в следующем выпуске. Пока!